Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца празднует свое 90-летие. Все эти годы коллектив шел в ногу со временем. В его программах удивительным образом сочетаются народные традиции, классика и современность. У концертной программы этого года говорящие названия. Плывя по реке времени, можно неспешно проследить историю развития своего народа, своей культуры. Увидеть, как многообразно национальное наследие. Эта программа, которая сейчас будет показана 16-го в зале филармонии Гранд Главы Чувашской Республики, это практически готовое отделение одного концерта, часовая программа, мы ее так считаем, для показа в Республике Башкортостан. Мы непременно хотим поехать на родину Константин Васильевича Иванова в связи с тем, что следующий год в нашей республике объявлен годом Константин Васильевича Иванова. Кроме того, 12 декабря в Большом зале Чувашской Государственной Филармонии состоится юбилейный концерт ансамбля. А уже 16 декабря состоится премьерный показ вокально-хореографической композиции «Река времени». Специально для нее сшиты почти 100 новых костюмов. Синеский костюм тоже подвержен моде, и поэтому влияние мировой моды сказывается и на синесем костюме, в том числе и чувашком. Я всегда говорю, мы не можем ходить все время в тех костюмах, которые были в 17-18 веке. Костюм чувашки, он должен быть современным, красивым, модным, чтобы чувашки хотели его одевать и в быту, и сейчас, не стесняясь выходить на улицу. Грантовая поддержка очень нужна творческим коллективам. Так, ансамбль сумел в этом году купить новый баян и комплект звукового оборудования для выездных мероприятий. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика.